Привет! Сегодня я к вам с рецептом вкусного обеда галушки с курицей. Просто вкусной готовиться несложно. Приготовьте для разнообразия, родные оценят однозначно. Еще сегодня поделюсь с вами рецептом вкусного малинового киселя. Итак, приступаем. Для начала поставим варить курицу. В кастрюлю наливаем воду 1,5 литра. Для удобства ориентируйтесь на отметке литража в кастрюле. Кладем курицу. У меня окорочка 3 штуки. По весу 800 грамм. Доводим до кипения. Как курица закипит, воду первую сливаю. Окорочка промываю. В кастрюлю наливаю свежую воду. Кладу окорочка промытые. Добавляю соль 1 чайную ложку, лавровый лист, перец душистый горошком. Варим на среднем огне до готовности. Крышку плотно не закрываем и огонь не должен быть слишком большим. Бульон должен слегка побулькивать. Так бульон у вас получится прозрачным 100%. Пока варится бульон, приготовим галушки. В миске смешаем 100 миллилитров воды, яйцо и половину чайной ложки соли. Теперь добавляем просеянную муку. Замешиваем крутое тесто. Мне требуется примерно 200-250 грамм муки. Теперь раскатываем скалкой в пласт толщиной 1 сантиметр. Получившийся пласт разрезаем на полоски шириной 2 сантиметра. Теперь каждую полоску режем на брусочки шириной 8 миллиметров. Пока курица готовится, покажу, как я готовлю малиновый кисель из замороженных ягод. В сотейник наливаем воду 1 литр. Кладем ягоды. У меня предварительно разморожены 200 грамм. Можно сразу из морозилки. И кладем немного сахара, 2 столовые ложки или добавьте по вкусу. Доводим до кипения. В миске смешиваем 2 столовые ложки крахмала. У меня сегодня кукурузный с водой, примерно 100 миллилитров. Как вода с малиной закипит, вливаем тонкой струйкой крахмал. Постоянно помешиваем. Как закипит, выключаем. Сверху готовый кисель посыпаем сахаром, чтобы не образовывалась пленка. Теперь, когда курица уже отварилась, берем вторую кастрюлю и отливаем в нее бульон, но не весь. Оставим немного бульона для соуса. Бульон доводим до кипения и опускаем галушки. С момента закипания варим примерно 5 минут. Готовые галушки сливаем. Можно откинуть на дуршлаг. Я этого не делаю, так как у моей кастрюли есть крышка с отверстиями и желобок на корпусе, а еще силиконовые упоры на крышке и силиконовые ручки защищают руки от горячего, поэтому не нужно дополнительно использовать полотенце. Подходит для всех типов плит, включая индукцию. Специально для вас оставлю промокод, который дает 20% скидку на озон и ссылку в описании. Приготовим соус. В миску пропустим чеснок через пресс для чеснока 9 зубчиков и щедро подсаливаем примерно чуть меньше половины чайной ложки соли. Растираем чеснок с солью и заливаем бульоном 250 мл. Перемешиваем. Соус готов. По желанию можно добавить зелень. Мясо курицы отделяем от костей. Наш обед готов. Подаю так. На порционную тарелку кладу галушки. Сверху щедрое мясо и в соусницу соус. По желанию добавляю зелень. Берем вилкой галушки с мясом и опускаем в соус и наслаждаемся. Кисель разливаем по стаканам. Как я уже говорила, благодаря тому, что мы посыпаем сверху сахаром, пленка на киселе не образовывается. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!